Если вы не помните или по каким-то причинам не знаете, за кого до сих пор хотите проголосовать, мы повторяем для вас наш концерт. Я люблю тебя до слез, каждый вздох, как в первый раз. Все равно, пусть это странно и смешно, на небесах давным-давно все лишено. Любовь ставит в крепкие сети, не море увидит он во сне. Уйдет до рассвета, любовь, как монету, найдет в этом городе камней. Стоишь, коснусь стекла рукой, и тут же тает образ твой Мадонна. Я от тебя схожу с ума, я о тебе мечтаю. Не знаю, веришь ли сама, что от любви летают. В этом мире не уютно, но с собой спасают вновь. Только вера, только вера и любовь. Жестокая девчонка, а я тебя любил. Жестокая девчонка, я так наивен был. И на краю спящей волне земли, на краю нежности и любви. Протяни руки свои к огню, мы все еще одни на краю. Нашим участников становится все меньше. Мы начинали с десяти, теперь их только четверо. Это значит, что наш конкурс входит в решающую финальную стадию. И не только участникам нужно лучше петь, но и вам нужно лучше голосовать. Потому что у каждого из участников прибавляется армия поклонников. И может так случиться, что поклонники конкурента вашего любимца окажутся активнее, и вы лишитесь своего народного артиста. В общем, хватайте телефоны, голосуйте, звоните, пока не загорятся телефоны. Потом уже отбрасывайте, берите компьютер, голосуйте через компьютер, посылайте с мобильного телефона смс-сообщение, голосуйте. А мы с вами увидимся через полтора часа. Пока! Пока! Объявление результатов – это самая неприятная, но необходимая процедура. В этот раз трое участников должны были получить пропуск в следующее большое шоу, а один – навсегда покинуть наш телепроект. Маша и Леша. Маша, ты на четвертом месте. Ты, соответственно, Леша на третьем. Иди к нам, Маша. Леша остается продолжать частью в конкурсе «Народный артист», ну а Маша выходит нам сюда. Здравствуйте, друзья, в эфире программа «Я только что ушла из конкурса «Народный артист» и у микрофона ее ведущая Маша Зайцева. Здравствуйте, Маша. Добрый вечер. Маша, скажите, что вы чувствуете вот этот самый момент, когда вам, против вашей воли, я убежден, пришлось покинуть шоу «Народный артист» с такими замечательными ведущими, как Фёппо Толстая в основном? Очень жаль. Да? Очень. Маша, по-моему, ты была к этому готова. Во всяком случае, еще несколько концертов назад ты признавалась в том, что я чувствую, что я сегодня покину этот конкурс и так далее, и так далее. Ты просто уже, ты просто уже, наверное, знала, что так произойдет, уже опустила руки, уже все равно выкинута. Нет, конечно, я всегда надеялась на лучшее, в этот раз я тоже надеялась на лучшее, но вот, к сожалению, в этот раз и не повезло. Слушай, ну мне кажется, это просто безобразие. Вот такую оставить тройку финалистов, ни одной женщины вообще. Вот скажи, пожалуйста, зрителям, ну вот как они так могли, а? Нет, ну, видимо, если они оставили этих трех замечательных ребят, значит, они этого хотели, ведь у нас все-таки зрители... Ты совсем смиряешься, да? Нет, ну я просто пытаюсь как-то анализировать. А я считаю, что мужчины, которые смотрят этот конкурс, что они просто потеряли какую бы то ни было активность, что они вообще просто ничего не делают, не звонят, и что это безобразие, и что им сейчас должно быть стыдно. Вот просто такой, смотри, у нас сейчас есть поклонники твои, поклонники Леши Гомана и поклонники Саши Панайотова, да? Да. Как ты думаешь, чьих поклонников из... Ну, твои будут голосовать за тебя, это понятно. Ну вот тебе же нужно немножко из другого лагеря, да, поклонников, чтобы за тебя переманивать. Вот чьи поклонники скорее переманятся в лагерь твоих поклонников? Поклонники Леши Гомана или Саши Панайотова? А еще вопрос, поклонники Маши Зайцевой, они теперь к кому перейдут? К тебе перейдут? Ну, кто им симпатичен? Не знаю. Давай, давай подумаем. Ну, хочется надеяться, что поклонников станет чуть больше. То есть те, они перейдут к тебе? Ну, надеемся. Хотелось бы верить. Я считаю, что ложная скромность – это недостаток. У некоторых возникает ощущение, что ты похож на разных артистов отечественной эстрады и как-то не могут понять люди, что какой ты на самом деле. Вот у тебя нет такого ощущения? Нет, я думаю, что это ощущение субъективное. Ну, да. Ну, а в чем похожишься? Не знаю. Не знаю. Вот в интернете писали, что у тебя прическа, как у Вани Органка. Ой. Или у него, как у меня. Слушай, ну ты отлично уже прыгаешь на одной ноге, мы на концерте с тобой. Без скакалки у тебя получается очень хорошо. Просто супер. Совершенно замечательно. Надо добавить скакалку. А устал ты от конкурса? Говорят, что очень. Ну, не то, что очень, но как-то… Мне нравится сам процесс, когда выбираешь песни, работаешь над ними, вот нужно как-то думать, выступать. Ну, просто тяжелая обстановка именно то, что… Говорят, что прямо ходишь ты за кулисами, прости, Фил Плазнам. И говоришь, надоел мне конкурс, ребят. Ну, да, 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 да. Ну, надоел мне конкурс. Ну, вы мне надоели. Все, говорят, что ты так говоришь, что… Я же говорю, мне нравится сам процесс, но мне надоело однообразие просто. Сейчас конкурсом надоело. Надоел вот этот вот «Снит свет», вот этот вот «Народный артист» надпись. Леш, а когда ты будешь, поедешь на гастроли, например, по Мурманской области, у тебя будет 40 концертов, и ты будешь переезжать на автобусе из одной точки в другую. Ты думаешь, что будет сумасшедшее разнообразие в твоей жизни? Ну, знаете, я хоть и говорю, что мне надоело, но я же от этого не страдаю. Я просто говорю, ну, елки-палки, скорее бы он закончился. Опа, опа, и прямо такой ручьёчком скалый и утёк. Мне от этого неплохо, я просто люблю помыть как-то, пожалеть себя. А, Леш, ну ты такой бедный. А тебя пожалеют? Ты в первый раз на первом месте. Из жалости твоей поклонница тебя голосует. Я надеюсь… На жалости пробить девчонок. Я надеюсь, нет, это не очень приятно. Саша, ты считаешь справедливым, что зрители оставили одних мужчин в конкурсе, а от женщин всех просто избавились? Ну, честно говоря, я думал об этом ещё раньше, когда было 10 человек. Мечтал, что ли? Нет, думал, что так и будет, потому что больше поклонниц у парней, в принципе. Хотя вы видите, что в голосовании, в принципе, маленький отрыв был. Для тебя, мне кажется, это хуже, потому что если бы, например, был ты и две бары, то все бы голоса девушек, все бы были обращены к тебе. Все их мечты, мысли, устремления, надежды и так далее. А тут такая жёсткая конкуренция. Я, в принципе, рад, что мужской, чисто мужской финал. Так всегда по традиции, делайте ваши ставки. Господа, Александр, как вы думаете, кто покинет конкурс «Ажет-артист» в следующем этапе? В следующем этапе, в следующем концерте? Я думаю, что это будет Алексей Чумаков. Так, а что думает Алексей Чумаков? Думать, как и мечтать, не вредно. Так кто же, по вашему мнению, покинет? Поскольку это не вредно... Александр понравился. Так, и что же нам скажет Алексей Гомон? Мне ничего не остаётся сказать, как это будет Алексей Гомон. Алексей Гомон. Маша, иди сюда. Маша, пожалуйста. Маша, приходилось ли тебе давать интервью в такой позе? Нет, ещё никогда, но мне очень нравится. Что ты можешь пожелать? Может быть, не никто из них покинет конкурс. А что ты можешь пожелать этим нашим трём богатырям? Стоять и не сдаваться. Прямо вот в такой, собственно, культурной композиции. Стоять и не сдаваться.